Всем привет! Сегодня у меня обзор натуральных солнцезащитных средств для лица, тела, также для глаз и, конечно, для детей. Первое, это у меня водоустойчивый лосьон от Natural's Gates SPF 50. У меня кожа очень светлая, она не белая, конечно, но SPF 50 это самое то для первых недель под солнцем. В прошлом году я брала крем от Alba Botanica, защищала на солнце хорошо, но вот намазывался очень трудно, я бы даже сказала туго. Мне не очень-то было приятно каждый раз его наносить, поэтому в этом году я решила взять лосьон и, как видите, лосьон размазывается и впитывается довольно хорошо. Этот детский санскрин я брала для сына в прошлом году, но мы его весь не израсходовали, так как был еще один. И, в принципе, он довольно плотный по консистенции, но наносится нормально. И, что немаловажно, подходит для детского личика, и вам не нужно будет покупать две баночки крема защитного для детей. Но в этом году я решила взять тюбик побольше и с защитой плюс 50, так как все-таки у меня ребенок белокожий. И, как вы видите, крем густой, но наносится он довольно легко, что, кстати, облегчает задачу мамам, конечно, потому что дети прыгают постоянно. И, например, я своему ребенку нормально нанести крем не могу. И мне нужно, чтобы это было как-то побыстрее. Кстати, этот крем подходит для совсем маленьких малышей, то есть начиная с полугода. Хотя я бы вам посоветовала для полугода все-таки что-то чуть более натуральное найти, да и вряд ли вы пойдете с таким маленьким ребенком загорать куда-то. Ну и самое важное для нас, девочек, это такая защита для глаз. Я покупала в прошлом году на iHerb, и этот стик мне понравился. Он с цинком и маслами, защищает он достаточно хорошо, но его очень трудно наносить на глаза, так как крем такой белый, очень-очень плотный. И, как я делаю, я аккуратно набираю на пальчики, топлю этот крем маслом, ну, в общем, как его можно обозвать, не знаю, в пальцах. И далее такими аккуратными, вбивающими движениями круговыми наношу на кожу вокруг глаз. Есть минус, остаются от него все равно белые следы, но я думаю, что лежа на пляже в очках, это уж не такая сильная проблема по сравнению с увядшей обезвоженной кожей вокруг глаз, которая, кстати, предательски выдает наш возраст. На этом все, ждите следующих видео. Всем пока-пока, я надеюсь, что вам было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok